Виктория Муратова Виктория Муратова За призом в 500 рублей по статистике Егорьевцы приходят через раз, а вот за призом в 1000 рублей приходят гораздо охотнее. Поэтому в позапрошлом и прошлом выпусках мы разыгрывали 1000 рублей. Напомню, условия были крайне приятными. Вступите в нашу группу ВКонтакте и в две. Хорошие новости, телеканал ТВ Мозг, сделать репост свежего выпуска себе на стену и ждать в начале недели результатов. К сожалению, не все участники группы принимают участие, но опять же обратимся к статистике менее 10%. Зато шанс выиграть становится очень даже реальным. Поэтому мы решили показать нашего нового победителя не в конце программы, а в начале. Чтобы вы, дорогие зрители, во-первых, порадовались за него и убедились, что денежки мы даем настоящие. А во-вторых, и сами в следующий раз обязательно приняли участие. Итак, смотрим. А мы готовы вручить очередной приз. Я смотрю, здесь не Александр пришел. Как вас зовут? Меня зовут Нелли. Кем вы приходитесь Александру? Я подруга его семьи. Почему же он сам не смог сегодня прибыть на вручение? Он, к сожалению, находится на работе. Он охраняет президент. У него важная ответственная работа. То есть это в Кремле? Да, он работает в СОО в Кремле. Ничего себе. Я в шоке. Как так получилось, что он выиграл? Знаете или нет? Знаю. Он сделал репост на страницу. Я тоже это делала. Тоже надеялась выиграть. Но, увы, повезло ему. Я надеюсь, что в следующий раз повезет и вам. Я вам вручаю его приз. Вот, пожалуйста, пощупайте настоящее. Ну, как бы да, похоже на настоящее. Я думаю, так как вы за него отдуваетесь и получаете приз, время передать какие-то приветы от вас. Пользуйтесь случаем. Хочу передать привет своей семье, сестре и поздравить ее с назначением на новую должность. Мы тебя любим и гордимся тобой. Ура! А как зовут сестру? Яросова Наталья Михайловна. Мы тоже поздравляем Наталью Михайловну. Поздравляем Александра Масеева, который выиграл приз. Смотрите хорошие новости. Получайте призы. Денижные призы. И желаем всем удачи. И вам тоже. Спасибо. Ну что ж, купюры в надежных руках. Можно двигаться дальше. Я вот к нашему статистическому празднику сделала подборку интересных статистических данных. Да, я тоже. Ну, так как ты дама, а я джентльмен, уступаю тебе право поделиться интересными цифрами первой. Итак, начнем. Человек более 20 лет из 60 проводит во сне. Среди статистический человек совершает 1140 телефонных звонков в год. Мне кажется, женщина гораздо больше. Каждые 5 лет женщина использует такое количество помады, для которого потребовался бы тюбик длиной равной ее росту. Я не удивлял. В течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли. В среднем одинокий мужчина на 2,5 см ниже ростом, чем женатый. 90% женщин после входа в универмаг поворачивают направо. Самое популярное в мире женское имя Анна. Его носят почти 100 миллионов женщин. На голове блондинов и блондинок в среднем по 150 тысяч волос. На голове брюнетов и брюнеток по 100 тысяч волос. Как они такие данные вывели? 29% женщин в течение жизни тратят больше времени на выбор обуви, чем на выбор спутника жизни. Это какие-то несерьезные статистические данные. Вот у меня более серьезные темы. Послушали. Давай. 10% мужчин и 8% женщин на Земле левши. Представляешь? Мы выигрываем. Жители крупных городов тратят примерно 6 месяцев своей жизни на ожидание зеленого цвета светофора. 6 месяцев никуда, просто практически. В мире потребляется порядка 4,5 миллиардов литров бензина в день. 600 виноградин требуется для изготовления бутылки вина. 12 километров составляет длина дорожки DVD-диска. 12 км. 0,06. Время, за которое собаки определяют, в каком направлении находится источник звука. Надо же. Быстро. Сразу все. Моментом. За год человек моргает 4 миллиона раз. 3 миллиона предметов искусств находится в самом большом мире художественном музее. Около тысячи вопросов в день задают дети в возрасте 3-4 лет. Или больше. Триллион молекул находится в капле воды. Ух ты. Сам не ожидал. 13 килограммов весит скелет среднестатистического человека. Хм, худенький. Кость, наверное, не широкая. Скорее всего. И 87% шеф-поваров-мужчины. Да, интересная статистика. Особенно запомнился мне про поваров. Не могу поверить в эти цифры. А поверить стоит. Тем более, что 20 октября отмечается Международный день повара. И мы спешим поздравить людей этой замечательной профессии. Вы делаете нашу жизнь сытой и вкусной. А в подтверждении своих слов предлагаю насладиться сюжетом нашего корреспондента Ульяны Павловской. Многие из вас сейчас взмесли подмену корреспондента. По статистике, 70% зрителей этого не увидели. Потому что человеческое мышление работает по шаблонам. Но мы вернемся к теме нашего выпуска. И сейчас мы узнаем у жителей нашего города вопрос на такую тему. Кто же все-таки лучше готовит, мужчины или женщины? Здравствуйте. А как вы считаете, кто лучше готовит, мужчины или женщины? Это по обстоятельствам. Бывают мужчины хорошие повара. В наших семьях обычно этим занимаются женщины. Мужчины не пробуют. Поэтому их трудно оценить. Здравствуйте. Как вы считаете, кто лучше готовит, мужчины или женщины? Я думаю, что мужчины и женщины. Ну, а все же, кто из них больше? Наверное, все-таки же мужчины. А почему вы так считаете? Ну, потому что на собственном опыте знаю, видел, участвовал. Ну, и очень много мужчин ведет телевизионная передача как раз по кулинарии. Если желание есть у мужчины, то мужчина лучше готовит, бывает. Ну, и женщины тоже хорошо готовят. Я не знаю, как это. Ну, иногда мужчина хорошо готовит, иногда женщина. Ну, кому бы вы все-таки дали свое предпочтение? Женщине. А сами готовите? Да. Часто? Ну, каждый день. Поскольку я у Яна Павловская, я обязан это сделать. Как вы считаете, кто лучше готовит, мужчина или женщина? Спасибо. Ответь нам, пожалуйста, на вопрос. Как вы считаете, кто лучше готовит, мужчина или женщина? Не могу сказать, да. В моей семье я готовлю, и очень вкусно. Ну, муж, если будет готовить, тоже очень вкусно. Мне кажется, как-то и мужчина, и женщина. То есть вы завернула правила полов? Обязательно. Я думаю, что если это профессиональный повар, то неважно, мужчина он или женщина. Лучше мужчина готовит. Типа, за что бы ни брался, у мужчины получается всегда лучше, да? Ну, не каждый раз, не во всем, ну, по крайней мере, так. Мужчина. Вкуснее, наверное. А почему вы так считаете? Пробовала. На этот вопрос трудно ответить. Я считаю, что я готовлю лучше, чем женщина. Меня никто не учил. Вот. Практика приходит со временем. Ну, и главное, душа. И главное, чтобы на кухне никто не мешался. Да, согласен. Как вы считаете, кто лучше готовит, мужчина или женщина? Женщина. Коротко и ясно, да? Да. Мужчин чище работает. Готовить. Лучше. Я считаю, есть женщины, которые очень хорошо готовят, и есть мужчины, которые очень хорошо готовят. А, ну, все же, кому бы вы дали свои предпочтения? Ну, как? Ну, все-таки, если мужчина готовит, значит, он любит это дело. Тогда, значит, все-таки и хорошо готовят мужчины. Спасибо. Конечно, женщина. А, почему? Да я не знаю. Обычно женщины готовят. А так раньше были все время мужчины-повара. Женщина готовит на автомате, ей лишь бы только накормить, прокормить побольше и положено. А мужчины-поварки? По результатам нашего опроса мы выяснили, то, что 55% опрошенных отдают свое предпочтение сильному полу, а оставшиеся 45% отдают свое предпочтение красивым девушкам. Ну, а что хотелось бы добавить от себя? Мужчины, не ленитесь, готовьте для своих любимых половинок. Ну, а женщины, те, кто готовят или еще не умеют, учитесь и продолжайте готовить в том же духе. С вами был Николай Бродин, специально для хороших новостей. Я так понимаю, мы уже отошли от статистики и плавно пришли к другим темам? Думаю, да. И хочу тебе предложить разгадать мой шифр. Давай. И что это за ритм? Ай, Викуль, ну какой же это ритм? Это азбука Морзе. Я тебе сигнал СОС передал только, что даже не заметила. Ну вот, собственно, для этого и нужны связисты. А военные связисты особенно на этой неделе отмечают свой праздник. Может, самой азбука я, конечно, и не владею, но зато знаю, что военные связисты как раз появились после создания Марзянки и Телеграфа и сыграли ключевую роль в Великой Отечественной войне. Наш корреспондент Николай Бродин отправился в воинскую часть, чтобы разузнать о связистах побольше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся в музее войска Тимшерской части, где нам сейчас подробно расскажут о средствах связи и радиоустройствах, которые когда-либо использовались или используются. Здравствуйте, Николай. Сергей. Сергей, что вы мне можете рассказать о экспонатах, представленных у вас в музее? Ну, у нас представлены в музее экспонаты радиостанции разных модификаций. Также присутствует прибор ЭТИ-67, предназначен для измерения телеграфных искажений. Он работает непосредственно в телеграфных центрах, на узлах связи и тому подобное. Также здесь представлена возимая радиостанция Р-111. Она, как вы видите, очень тяжелая, и поэтому используется только на машинах. Из носимых радиостанций представлены Р-407 «Дятел». Она работает в дуплексном режиме, радиус порядка 4 километров, с возможностью разговора по телефону, то есть достаточно современная для своего времени радиостанция. Что касается Великой Отечественной войны, что касается различных конфликтов, таких как тот же самый Афганистан или Чечня. И непосредственно связист тянул на себе именно задачу по управлению подразделениями. А имеется ли у вас рабочая радиостанция? Конечно, на территории нашей части находится радиоклуб «Иполь». Мы можем их там посмотреть. Ну что же, пойдемте. Здравствуйте. Очень приятно, что прибыло телевидение к нам. Вы находитесь в классе для обучения подрастающего поколения и освоения военного дела. Итак, в классе с правой стороны у нас рабочие места. Всего у нас 10 рабочих мест, пульт руководителя. А с левой стороны радиоприемное устройство, чтобы реально можно прослушивать радиолюбителей всего мира, а также страны СНГ и России, и осваивать азы в радиолюбительских диапазонах. В классе имеются стенды, идем справа, непосредственно терактный международный код Морзе, международный код, пюх-код радиолюбительский, щак-код военный для радиообмена, правила ведения радиосвязи с позывными и ведения радиограмм. А также имеется стенд для радиолюбительского дела, где расписаны частоты и диаграммы всего ультракоротковолнового и коротковолновых диапазон. Непосредственно у каждого обучаемого есть пульт управления. Он делится на две части. Передающая часть, приемная часть, вы видите. Монитор для видеосигналов, освоения, а также пульт для освоения английского языка, непосредственно пюх-кода. А также имеется телеграммный ключ. На некоторых столах еще есть датчики кода Морзе. Вот вы видите они. Обучаемый может передавать руководителю или руководитель передает на приемник, на головные телефоны обучаемого непосредственно. Итак, стол руководителя имеет большой стол такой учеба 1М, который позволяет работать и датчиком, и ключом-телеграфом. И спрятанный еще здесь автоматический датчик кода Морзе. Вот он стоит квадратненький, посмотрите. Автоматический. Такой же запасной стоит там на серванте у нас. Итак, реально я продемонстрирую вам, как происходят занятия непосредственно по слоению азбуки Морзе. Азбуки Морзе начинают обучать с телеграфного ключа. Вот я вам передам букву А, например. Поется она вот так. Ти-та, ай-да, ай-да, ай-да. Буква В. Видала. Буква С. Самолет быстрый. Три точки. Буква Х. Петя-петух. А также и цифры можно. Вот, например, цифры чуть подлиннее. Единица. И только одна. Двойка. Я на горку ушла. Тройка. Три тебе много. Так же эти же буквы можем освоить с датчика. Я повторю эти же буквы. А. С. В. Харитон. Цифры. Единичные. Двойка. Тройка. Так идут сигналы, чтобы могли непосредственно обучаемые принимать и правильно напивать и увеличивать скорость. Скорость на датчике увеличивается, скорость от руки. Но руку нельзя срывать, а постепенно переходить к увеличению скорости. Дальше, после освоения азбуки Морзе, параллельно, уже школьники реального на радиоприемных устройствах, я сказал слева, непосредственно прослушивают и телеграфную азбуку Морзе, а также в телефонном режиме радиообмен между радиолюбителями всей страны, а также зарубежные, кто знает более-менее английский язык. Сейчас мы послушали, как общаются другие радиолюбители, узнали, какие бывают средства связи и как они используются, испытали все на себе. Ну что ж, с вами был Николай Бродин, специально для хороших новостей. Кстати, ты знал, что наш юный корреспондент Николай Бродин причастен к возрождению замечательной программы на канале ТВ МОЗ? Найди себя. Мне всегда нравилась эта программа. Желаем Коле искать и найти. Чем задумалась, Вика? Ну вот смотри, повара делают нашу жизнь вкусной, связистой, безопасной. Не хотелось бы пускать и анестезиологов. И дети специалисты делают ее безболезненной. При травмах, лечении зубов, операциях они используют различные лекарственные препараты, и тогда врачи могут спокойно работать. А пациенты при этом не страдают и ничего, что не чувствуют. А я слышал, что хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Тогда и баю-баюшки, и баю, можно считать анестезией. Но нет, это очень плохая шутка. Надеюсь, что анестезиологи умеют шутить, просят нам вольность и примут поздравления. А я, как водитель, хочу поздравить работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Их праздник приходится на 18 октября. Как хорошо, что есть магистрали, мосты, дороги и улицы. Это точно. Тогда мое предложение прогуляться будет очень кстати. Пошли. Ты знаешь, Кирилл, сколько мы с тобой же гуляем по нашему любимому городу. А с каждым новым выпуском исторический Егорьевск открывает для меня много уважаемых и важных имен, в честь которых названы те или иные улицы. Вот и сейчас мы находимся возле памятника именуемого в народе Крыло. А связан монумент с именами летчиков-испытателей Александра Ивановича Лысенко и Геннадия Владимировича Мамонтова. Согласен, Викуль. Эти два имени в свое время сыграли очень важную роль для нашего города. 3 июня 1977 года на Егорьевском проходил испытательный полет истребителя МиГ-23УБ, во время которого проводилась оценка нового пилотажного прибора. Самолетом управляли ведущий летчик-испытатель Александр Иванович Лысенко и летчик-испытатель облета Геннадий Владимирович Мамонтов. В какой-то момент боевая машина дала сбой, сорвалась в штопор и начала падать. Очевидцы того времени говорили, что на какой-то миг пилотам утолось поднять самолет, но послышался громкий реврит двигателя и попытки оказались тщетными. Понимая, что если катапультироваться, истребитель упадет на густо заселенный квартал, летчики дотянули почти неуправляемый самолет за город и, к сожалению, навсегда остались в памяти как отважные и храбрые герои. На месте падения как раз и находится крыло. Горожане помнят и чтят пилотов, о чем свидетельствует и памятник, и название двух улиц, которые носят имена летчиков. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Мы желаем вам чистого неба над головой и только хороших новостей. Увидимся ровно через неделю. Пока! Пока! Вот так, да? Антон, я так не буду плятать. Я не хочу так. Согласен, Викуль, эти два прибора... Ты чё, алло? Я кирилл. Я кирилл.